Добрый день, дорогие друзья! Друзья, вот и пришло время снимать поселок Витязево, частный сектор, в котором вы можете приехать отдыхать сейчас за 300 рублей с человека. В летний период будут повышения цен, поэтому звоните по номеру телефона, который видите на экране и узнавайте точную информацию. Мы находимся на улице Южной 7. Здесь в 30 метрах находится улица Черноморская, на которой есть абсолютно все магазины, свежее мясо, агрокомплекс. Например, в котором я всегда покупаю молочку и считаю, что она лучше у нас. Если вы какую-то другую используете, находясь у нас, напишите, будет интересно узнать ваше мнение. Фрукты, овощи, абсолютно все. Агмаркет есть, где очень низкие цены на многие продукты, друзья мои. Так что место очень хорошее, расположение великолепное. До моря вы отсюда, если захотите прогуляться пешочком через параллелию, показывает 2,4 километра по времени 27 минут. Это то, что пишет навигатор. Там у гостей, которые сейчас отдыхают, мы узнаем более точную информацию. Также есть хорошая парковка для машины. Посмотрите видео. А еще вариант выйти вот сюда вот на перекресток и сесть на 23 маршрут, например, и доехать непосредственно до улицы Миропересечения Серебряной. И там 3 минуты, и вы уже на море. В общем, вариантов добраться до моря миллион. Также можно доехать на машине на своей, на любой из наших пляжей, которые сейчас в доступе, и отдыхать, наслаждаться нашей погодой. Ну а теперь давайте посмотрим, как выглядит этот частный сектор. Что здесь есть интересного и для вас полезного. Жду вас в комментариях. Ребята, собираем тысячу лайков, снимаем следующее видео. Не собираем, не снимаем. Это фасад, как я сказал, прям рядышком улицы Черноморская. Но в достаточном отдалении, чтобы не слищать транспортные средства. Здесь по фасаду можно поставить несколько машин. Но очень важно, кстати, номер телефона сразу напрямую, если вы не рассмотрели на видео, что можно машинку заехать во двор и поставить уже непосредственно под охрану. Территория закрывается. Вот так вот. И здесь у нас с правой стороны сразу есть беседочка, в которой вы сможете расположиться со своими друзьями. Есть раковина, посуда, посидеть, отдохнуть будет очень хорошо. Здесь вот по левой стороне расположены номера, в которых можно отдыхать. Проходя чуть вперед, мы видим с вами большую парковочную зону. Как раз таки для машин, где вы можете их поставить под охрану. Дополнительные раковины, туда дальше у нас идет детская площадочка. И здесь, смотрите, с левой стороны есть место, где можно прийти постирать. Загрузка платная в стиральную машинку, дополнительные раковины, дополнительная душевая, если в другом надо быстро, вы не успеваете в своем номере. Но самое главное, это, конечно же, то, что есть в кухне. Можно лимонадик прикупить и вот такое большое помещение. То есть имеется все, что вам только может понадобиться. Газовая плита, кастрюли, чайники, посуда, вода всегда. Говорят, вода бежит, вода бежит, друзья мои. И посмотрите, ну, пространство очень большое. Вдруг есть какая-то непогода, пришли там, посидели, отдохнули. Далее мы идем по территории. Видим, здесь есть детская зона. Есть возможность подтянуться, размяться, брусья, турнички. Там очень хорошо, такая вот с домиком. Она одна из важнейших достопримечательностей. Это вот эта черешня. То есть если вы приедете сейчас сюда на отдых, то у вас есть возможность попасть на ее поспевание. Потому что некоторые уже, видите, красненькие. Имеется свой бассейн, который фильтруется. Вот как раз-таки сейчас довольно-таки большой. Здравствуйте. С левой стороны можно увидеть, что есть такая вот хорошая мангальная зона. И здесь вот с казаном уже ребята что-то готовят. Рядочком столик, на котором можно все нарезать. И еще очень классное место. Это вот такая вот беседочка, в которой, видите, уже люди отдыхают. Здравствуйте. И вот здесь посмотрели холодильничек, плита, раковина. То есть это беседка с возможностью приготовления еды. Смотрим с вами один из номеров. То есть имеется такой столик со стульчиками с пепельницей. Можно посидеть. И заходим. То есть что у нас в номере? С левой стороны место для хранения. Телевизор, перекатной столик. Кровать. Двуспальная, односпальная. Тумбочка, сприт-система. Картина есть. Ну, то есть в принципе набор такой, который вам может быть нужен. Шкаф у нас с зеркалом. Внутри выглядит вот так. Нужно будет вешалки попросить у хозяйки. Номер также со своим санузлом. Здесь раковина, зеркало, унитаз и вся зона для купания. И вы правильно услышали, что сейчас в этот номер можно приехать втроем за 900 рублей. Представляете, то есть сумма какая у нас уже лето начинается. А вы приезжаете и экономите очень много средств своих. Логичный номер, друзья. Ну, здесь немножко по-другому выглядит мебель. Давайте вот тоже посмотрим. То есть здесь двуспальная кровать стоит так. Односпальная сюда влево. Санузел тоже свой. Есть такое трюмо. Есть шкафчик. Есть картина, сплит-система, телевизор. Место, куда повесить ваши вещи. Санузел аналогичный. Не будем его смотреть. Ценник тот же. Самое есть место, где посидеть возле номера и выходим. Здесь номер четырехместный. Мы видим с вами. Имеется две односпальные, одна двуспальная кровать. Две тумбочки. Стол, телевизор, сплит-система. И, конечно же, шкаф для хранения. Шкаф выглядит вот так. Ну и санузел, друзья, один в один во всех. То есть, поэтому, вроде, что смысла показывать нет. Они абсолютно одинаковые. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно посмотрим ваш номер. Пожалуйста, проходите. Здесь еще вот студии две есть, но они заняты. Как вам вообще здесь отдыхается? Очень хорошо. У нас тут все есть, все необходимое. У нас тут кухня, у нас тут стиральная машина, холодильник, душевая. И санузел у нас все свое. То есть, у нас выходить можно даже не выходить. Все готовить здесь и проживать здесь можно. Понял. То есть, двуспальная кровать, одно двухъярусное место для хранения, санузел и вот так вот выглядит все остальное. Санузел в этом номере выглядит вот так. Цены приемлемые, даже для пенсионеров. Отдыхаем хорошо и все нравится. А вы уже не первый год здесь? Нет, уже мы не первый год. Вот сейчас уже и с родственниками приехали, и внука с собой привезли. Все замечательно. До моря сколько добираетесь и как вы туда? Да мы вот здесь буквально три дома. Мы садимся на автобус пять минут и мы на парли. Помню. Хорошего отдыха, спасибо. Спасибо. Также есть возможность отдыхать на втором этаже, что меня порадовало. Смотрите, 47 размер, здесь 30 сантиметров ступеньки и очень низкий подъем. Это тоже хорошо. На втором этаже есть и трехместный, и также четырехместный. Один из них давайте мы с вами посмотрим, чтобы не повторяться. Заходим. С левой стороны кроватка, еще одна спальная, двухспальная, картина. Есть место для хранения, две тумбочки, телевизор и такое тремо. Кстати, я правильно на него говорю, тремой или нет, напишите. Место для хранения выглядит вот так. Танузел в этом номере вообще просто огромный. Также раковина, унитаз и душевая зона. Все в принципе есть. Если стираетесь, в зоне, которую я показывал, где стиральная машинка, стоимость 150 рублей за стирку. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Откуда вы к нам приехали? В Екатеринбург, город Ирбит. Как попали сюда в гостевой дом? Мы приехали в гости один раз в 19-м году. Нам очень понравилось. Потом нашли гостевой дом Телец и вот уже три года ездим сюда. Очень все нравится нам. Шаговая доступность по всем магазинам. Есть до моря 27 минут. Это вы пешочком ходите? Да. На параллели, центральный пляж? На параллели, да. На центральный пляж очень нравится. Песочек, море, дельфины с нами рядом плавают. Замечательно вообще. Нам все нравится. Видите, как по-разному, только что спрашивал тоже ваша соседка. Она говорит о том, что они на маршруточке, а вы пешочком гуляете. Да, мы пешочком и когда на маршруточке, обратно особенно. Вообще условия проживания вас устраивают? Да, нас все устраивает. Все комфортно. Это кто у нас? Душ. Все есть. Спасибо вам за отзывы, хорошего отдыха. До свидания. До свидания. Двор весь вымот, ребята. То есть можно вполне сюда выпускать детей босичком. Это вот хозяева сказали уточнить. Но сейчас мы с вами отправляемся на море. Здесь один из вариантов, конечно, пройти пешочком по всему Витязеву. Но мы выберем легкие. Второй. Мы как будто сойдемся на 23 маршрутку. Я покажу, где можно это сделать. И доезжаем непосредственно до пересечения Серебряной и улицы Мира. Оттуда уже прогуляемся на пляж Мира. Потому что все-таки центральный пляж это одно. А когда вы ходите немножко правее, левее, то гораздо по-другому воспринимается море. Вот это самое небольшое расстояние. Именно от гостевого дома можно добраться до улицы Черноморской. Совсем рядышком все находится в шаговой доступности. То есть вам никуда ехать в магазины, рынки не надо будет, друзья мои. Очень рядышком прошли. Здесь магазин Ермолина. Вот она как комплекс. Сюда разнообразные магазины, продукты, арт-маркет, оптовые. В общем, здесь есть все. Мясной, аптека, все, что вам только понадобится. Здесь еще мясной надо. Да вот еще один, еще одна аптека и еще один цветочный. То есть даже в двойном исполнении, ребят. Ну и отсюда совсем немножечко по улице Черноморской, чтобы добраться до моря. Задимся либо на 114, чтобы доехать до параллель, либо на 23, чтобы добраться до конца нашего маршрута. Немножечко ускоряюсь. У меня по времени до конца поездки ушло 4 минуты, дорогие мои. Так что если вы захотите приехать на машине, там возможно на Мира и припарковаться. В принципе, как сделал и я. Если вы пойдете именно на этот пляж, а не куда-то туда дальше правее. Там, в принципе, тоже парковочные места найти можно. Видите, здесь выглядит сейчас великолепно. Зелененькая, чистенькая, прекрасненькая улица Черноморская. Жалко, что пока это единственная артерия к морю. Будем надеяться, что в скорейшем у нас заработает и улица Мира. Вот здесь остановочка для того, чтобы приехать на параллель на 114 маршруте. Выходите, идете ко всем нашим развлечениям. Это парки аттракционов, это кафешки, бары, рестораны. Ну а мы же поворачиваем направо и на улицу Мира едем сюда, ближе к пляжу, чтобы как можно меньше ходить ногами. Здесь какая-то машина непонятная остановилась. Девушки что-то сет разговаривают по встречке. Мне это прям очень удивило. Ну объехали спокойно и уже добираемся до конечной 23 маршрута. То есть ничего сложного, дороги отличные. Приезжаем и дальше уже отправляемся вместе с вами пешком к пляжу. Но здесь огромное количество разнообразных столовой. Например, там Ильяда находится. Неоднократно на нее снимал обзор. Много зон для посидеть. Есть магазин продукта. Ну и до моря остается чуть-чуть. Видите, ребята, сидя сейчас на лавочках, ожидает как раз-таки маршрутку, которая сюда подойдет. Ну а здесь можно пройти до параллель. Допустим, еще меньше места, если вдруг вам надо на центральный пляж. Также можно прогуляться в ту сторону до пляжа Лок Витязь, который я совершенно недавно снимал. Там тоже было все очень интересно и классно. Как минимум, чем дальше от Витязь вы отходите в ту сторону, тем меньше людей будет вам попадаться на пляжах. Так что пользуйтесь абсолютно бесплатно этой информацией, друзья. Туда по прямой, мы отсюда видим уже дюны до моря чуть-чуть. У меня, ребята, какой-то сверхэмоциональный подъем, потому что, блин, музычка-то всегда играет, люди идут. Такая красота. Еще, конечно, не все работает. Видите, пока закрыты торговые ряды, но они постепенно, вот как с левой стороны, открываются. И это не может не радовать. У нас здесь продаются товары на любой вкус, цвет и кошелек. Все, что вам нужно и не нужно. У нас тоже есть столовая потихонечку запускается, отмывается все. Хотя сегодня на календаре у нас уже 28 мая. Хотелось, чтобы давно все работало. Но все по факту, все как есть, ребятки. В этом году люди не стали спешить. И у нас июнь такой более свободный месяц до середины. А потом, видите, будет работать и она в полной загрузке. Мы этого момента очень ждем. Сейчас, кстати, я там встретил подписчиков. Ну, не стесняйтесь, составляйте свои отзывы. Как вам отдыхается, приезжается. И всем и каждому спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, делитесь видосиками со своими друзьями. Также жду вас в группе ВКонтакте. Друзья Юрия Озаровский. Не отдыхайте, не Юрий Озаровский. Смотрите, у нас сейчас в строительстве идет. Будет много новых гостиниц. Ну, а также в Телеграме у нас две группы. Одна чисто для оповещения Озаровский. Вторая море Рос для общения. И там нас очень много обсуждается постоянно. Все темы очень важные, нужные. Вам все подскажут и расскажут, что надо. Что-то покупают уже как раз-таки. Есть шапочки разнообразные, полотенчики. Все, что вам только может. Реально понадобится. Здравствуйте. Понадобится на нашем Черноморском побережье. Очень приятно, когда продавцы здороваются. Вот так же они будут и вас встречать. Приходите к таким людям. Покупайте все нужные вам вещи. Из дома везти надо только деньги. Но потом интересно, все, знаете, привозят. Потом куда-то это увозят. И потом в следующем году опять приезжают чисто с деньгами. Все покупают. Опять куда-то это увозят. Вы там что? Склад организовываете? Вся летних предотвежностей. Это так. Юмор. Для того, чтобы вас развлечь немножечко. Еще одна здесь улица уходит. Тоже много разных гостиниц строится. Мы подходим все ближе к берегу моря. Здесь вот, пожалуйста, магазин продукты. Еще и не открылся. Я думаю, скоро-скоро постепенно все пооткрывается. Здесь самая первая точка, как всегда, открывается пиво, соки, воды. Наш дорогой друг там работает. Здесь тоже вот, пожалуйста, торговый павильончик. Сегодня что-то он... А, нет. Все нормально. Вот впереди я его вижу. Посмотрите, сколько малышней идет с пляжа. А сейчас все, наоборот, должны идти на пляж. По температуре воздуха уже до 29 доходило. Мороженки вкусные предлагают. Ну и вот он. Красавчик наливает. Помаши нам ручкой. И ты тоже. Здравствуйте. Ее раздражу. Здравствуйте. Вот. А теперь можешь, что ты помахай. Не тыжуй. Ну, помахала же. Вот так вот бывает, ребята. Двигаемся дальше. Здесь у нас пересечение улицы Мира и улицы Скифской. Есть столовая Гурман в этом месте. Может, и посмотреть, как выглядит все. Ну, по-моему, еще она не открыта. По 100 рублей. Вот только черешни. Разные тоже вещи продаются. И здесь, я смотрю, что приводит постепенно в порядок. Улицу расширили, кстати. Я смотрю, чтобы не было это все кусту. Ну, стало поприятнее на самом-то деле. Ну, и ждем, когда откроется уже столовая. Хорошие цены. Здесь мы неоднократно ее вам показывал тоже в прошлом году, когда снимал гостевые дома. Ну, что-то вот запаздывает все, друзья. 29 показывал у нас Витязева, когда я туда отъезжал. Хотя по прогнозу на сегодня максимум 25. А вот даже здесь, возле моря, это море остужает воздух почти 27 градусов. Мы сейчас в тени находимся, ребята. Так что абсолютно четкая информация. Ну, и подходим к нашему очень пляжу. В дальнейшем мы надеемся, что здесь... А вот уже, смотрите, кстати, делают настил. Оттуда проход от идеала сделали. То есть, можно будет на скидку заворачивать, либо чуть дальше проходить, и потом по настилу идти. Так что все будет. Пригнали в какую-то машину. Ну, шаурма, вафли, гиро. То есть, вот такой бокс будет. И здесь расчистили дюны. Не знаю, был чуть больше бугорок, никому это особо не мешало. Но вот облегчает движение. Вы все знаете, в жизни у нас ищем постоянно какие-то облегчения, облегчения, облегчения. А ты думаешь порой, зачем это нам надо? Дети в песочке. Граца, красота, друзья. Ну, вот у нас уже море практически несколько шагов. И мы с вами добрались. Людей сегодня не так уж и много. Хотя, по прогнозу, даже сегодня один из самых жарких дней, которые здесь у нас возможны. Ветра практически нет. Момент, видите, закрывает тучи. Ну, так вообще красота, друзья мои. Можно пойти по прямой, можно уйти чуть-чуть правее. Я бы советовал чуть-чуть правее входить. Потому что, еще раз говорю, чем правее, тем меньше людей. Там у нас пирс, находится центральный пляж. Но сейчас поднимусь на дюны, посмотрю, что там. Вот он, друзья, так выглядит цветение кустов. Аромат стоит, но аромат не от никаких. Аромат стоит от лоха серебристов. Под ним тоже я нашел такие цветочки классные, которые цветут очень красиво. И можете посмотреть, вот он выглядит, лох серебристый. Красота же, дорогие друзья. И с этой стороны можете увидеть тоже великолепное цветение. Но тут как-то по-другому оно выглядит. Нужно красивее, но менее яркие цвета и пчелки опыляют. Вот такой вот великолепный вид открывается с наших дюн. То есть, смотрите, как я вам говорил, там людей больше, чем правее. Вообще пустынный пляж. Лайк! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...